Покаяние И второй момент, что имеет значение вера, потому что написано «веруй», если веруешь и так далее. Что подразумевает с собой вера? Что это такое и вообще, скажем, роль самой веры? Чтобы было понятно, скажем, само слово «вера», оно подразумевает не просто признание фактом чего-то. Вот, к примеру, допустим, есть самое, наверное, хорошее такое определение в какой-то мере веры – это то, что написано в послании к евреям. Помните, что вера – это есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть мы не видим, мы не можем каким-то образом физически подтвердить, но мы признаем это, что так оно и есть. Бог сделал человека способным верить. И вот вера в данном случае подразумевает принятие какого-то, скажем, знания за реальность без того, чтобы самому проверить его подлинность однозначно. Ну, например, написано «верою познаем, что Бог сотворил все». А как по-другому, правда же? Ведь никто из нас не был свидетелем, чтобы со стороны посмотреть и видеть, как Бог творил этот мир. Мы были сотворены когда-то, ну, человечество Богом, а вот мы уже родились от сотворенных Богом когда-то первых людей. Но, тем не менее, это имело место. Так вот, если все-таки рассматривать веру, которая используется как описание того, что должно быть присуще человеку, имеющим отношение с Богом, но чаще всего, мы, скажем, здесь уже посмотрим больше с вами на Евангелие, вот используется греческое слово, которое звучит по-гречески «пистис». Вот оно дословно означает «доверие». Довериться настолько, чтобы исполнять. То есть, по сути, свое слово «вера» по-другому можно перевести как «доверившись, начал слушаться». Послушание, которое основано на доверии. Вот это смысл слова, которое используется. То есть, это, скажем, не просто какое-то принятие догм и все на этом, но это «доверившись делать это». Вот, скажем, «вера в действии». Вот почему апостол Павел и подчеркивал, что «покажите веру и сделал». Подтвердите, потому что если я поверю, что это так, то есть доверился этому, я поступаю в соответствии с этой верой. С теми словами, которые использую, которые были мне сказаны и тому подобное. Что касается элементов веры. Тоже, опять же, есть несколько таких аспектов, как бы скажем, которые определяют суть веры. Потому что, ну, Писание даже предупреждает, не всякому духу верите там и тому подобное. Потому что мы способны довериться. Вопрос, чему мы доверяемся. Поэтому в элементе веры прежде всего подразумевается, во что мы верим. То есть, знание, информация. Что является основой. Потому что вера не основывается ни на чем. Она основывается на каком-то слове, слышанном нами. Вот, поэтому предпосылкой для веры являются знания, которые воспринимаются разумом человека, на которые он откликается верою. Вот, поэтому здесь возникает вопрос, на чем мы строим нашу веру? Какое знание мы получаем? И здесь, естественно, лежит, с одной стороны, ответственность на нас. Какое мы знание избираем? Или, точнее сказать, от кого мы его избираем? И, с другой стороны, конечно же, от того, кто проповедует. Поэтому здесь есть два аспекта. То есть, Бог, с своей стороны, знание предлагает. Это Божье Слово. Священное Писание. И, поэтому, говорится, что истинная вера строится на Слове Божьем. Но есть вера, которая строится, скажем, не на Божьем Слове, но на мнении людей, на их размышлениях, традициях, обычаях, каких-то таких еще вещах. Но она все равно побуждает человека к определенному отклику. Ну, вот, скажем, есть люди, которые верят в что-то то, что на самом деле не является истиной. Такую веру называют суеверием в русском языке. То есть, человек верит, он действует в соответствии с своей верой. Но это просто суета, которая не приводит к реальному, какому-то, скажем, значимому результату. Вот, например, там, да, черный кот перебежал через дорогу. Ну, суеверие. Потому что человек верит, что кот принес несчастье. Хотя коту абсолютно без разницы было. У него он шел по своим котовским делам куда-то, вот, и все. А если он дважды перебежал, в одну и в другую сторону, он удвоил наказание или отменил. Тут очень сложно определить. Причем, опять же, с этим котом не у всех. Такая вера. Например, англичане, те считали, наоборот, что черный кот – это к счастью. И особенно, когда они в плавание отправлялись. Потому что обычно человек больше переживает, когда он в такой стихии, которую он не может управлять. Если случилась буря на море, то это уже беда. Вот, они считали, что черный кот отведет несчастье. Поэтому на многих кораблях были черные коты. Но, правда, англичане считали, что женщина к несчастью на корабле. И обычно в случае штурма они их первым за борт выбрасывали. Вот, чтобы таким образом избежать. Поэтому тут, видите, кому как повезло. Но если все-таки вернуться. То есть, это суетная вера, которая не производит чего-то. Есть суеверия, которые основаны, скажем, с каких-то еще там языческих времен. Есть суеверия как оккультная. То есть, человек верит в это суетиться, но его вера открывает его разум в какой-то мере. В том числе, как следствие уже дальнейшее. И его внутреннее состояние к восприятию. И поэтому, если человек верит, скажем, в эти все суеверия, он просто-напросто открывает в себе двери для того, чтобы где-то, скажем там, сатана, там, бесы воспользовались этой верой и что-то произвели в его жизни, чтобы еще дальше, скажем, заставить его признавать это. Поэтому кот тут вообще ни при чем. Но иногда может прийти несчастье не из-за кота, а из-за того, что человек, ожидая его, открыл и в итоге, скажем так, спровоцировал в какой-то мере сам подобным действием какие-то, скажем так, проявления со стороны бесовского мира в своей жизни. Есть суеверия, которые, скажем, основаны просто на традициях. И мы должны очень внимательно относиться к информации и сравнивать ее с эталоном, со священным писанием. Что касается священного писания, это тоже очень важный аспект, братья и сестры, в силу того, что Библия как такова, да, как Слово Божье непогрешимо, то есть нету неправды, чего-то еще. Но проблема у нас заключается в том, что иногда мы, скажем, как тут сказать так, иногда используем Божье Слово так, как нам выгодно, или как бы мы хотели, да, там, вырывая отдельно взятый стих из контекста. И вроде как он звучит вот так, но на самом деле это не совсем об этом идет речь. И мы подстраиваем Библию под свое мнение. Вот почему апостол Павел, когда говорил Тимофею, он давал ему такое очень важное наставление, чтобы ты верно преподавал Слово Истины. То есть Библия – Слово Истины, но его можно верно преподать или не совсем верно. И здесь уже мы, скажем, как проповедники, несем перед Богом ответственность, насколько правильно мы преподаем Слово Истины. Вот поэтому его нужно изучать, тщательно исследовать, чтобы не было какого-то, знаете, вот такого спонтанного восприятия. Я вам один пример буквально приведу. Вот мы иногда используем такое выражение, чтобы описать, что нас ожидает на небесах, и используем фразу «не видел того глаз, не слышал уха, что Бог приготовил любящим своим». И мы говорим, вот то, что нас ожидает на небесах, «не видел глаз, не слышал уха». Но вы знаете, что это незаконченная фраза из Священного Писания, и даже совсем, как бы, скажем, не та мысль. Потому что, во-первых, скажем, это часть предложения. Дальше предложение продолжается, и там так написано. «А нам-то Господь открыл Духом Своим Святым». Поэтому полное предложение звучит так. «Не видел того глаз, не слышал то уха, не приходил на разум человеку, что Бог приготовил любящим его, но нам Господь открыл это Духом Своим». То есть, таким образом, получается, что, по идее, даже если это говорит о Царстве Божьем, нам это уже открыто Духом Святым, мы должны знать. Но если вы почитаете в целом, в каком контексте используется эта фраза, то там вообще не идет речь о том, что нас ожидает Царство Небесное. Там идет речь о спасении, которое принес Иисус Христос через то, что Он взял на Себя грехи людей и умер за грехи людей. И там говорится о том, что на разум человеку не приходил, никогда раньше никто не видел, чтобы Бог стал человеком и взял на Себя наказание людей. Это абсурд был в глазах греков и так далее. Как это Бог мог стать человеком, да еще и согласиться на то, чтобы его люди убили. Потому что в понимании тех же греков Бог должен всех других наказывать, тогда Он как герой показать все. Поэтому, говорит, даже на разум не приходило, что Бог тем, кто его любит, приготовил. То есть избавление, искупление от греха. Но Господь нам это открыл Духом Своим Святым, потому что мы это видим через Писание пророков, через какие-то другие моменты. Вот об этом идет речь. То есть, что на разум просто к человеку не приходило, но Бог открыл, что спасение через жертву Христа приходит в жизнь человека. Вот об этом идет речь. Поэтому, видите, то есть, скажем, то, что касается Царства Небесного, некоторые вещи открыты, но там немножко по-другому сказано. И Писание об этом говорит, что мы сейчас как стусклое стекло, предположительно, да, там, вот, гадательно видим, можем предположить, но не можем до конца понять. Но это немножко разные вещи. Поэтому важность правильной веры определяется на основании какой информации эта вера строится. соответственно, на основании Слова Божьего. Поэтому в элементе веры, любой, всегда присутствует знание определенное. Предпосылка для истинной веры – это Слово Божье. Вот поэтому Христос так много проповедовал и говорил. И он говорил, поверьте в Слово Божье, в то, что я вам говорю, в то, что Отец говорил. Поэтому важность веры определяется утверждением правильных истин. Ну, к примеру, апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна 5.1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». То есть верующий, что Иисус есть Христос, то есть от Бога рожден. Это важный, как бы, скажем, момент. Или же, например, выражение. Павел пишет, Римлянам 10.9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть вопрос веры в нашем спасении имеет значение, потому что, в первую очередь, это ставит вопрос. Кто для нас Христос? Потому что невозможно кем-то другим получить спасение, кроме как Иисусом Христом. Поэтому, если человек не признает Христа как своего Спасителя, как своего Бога, он не может спастись. Вот почему даже те же, скажем, люди, которые говорят о том, что мы верим в Бога, но они не исповедуют правильное отношение к Иисусу Христу, мы не можем сказать, что их вера есть вера спасающая. Потому что они искажают весь Евангелие. Ну, скажем, мы можем вспомнить, там, не знаю, тех же мормонов, да, то есть, как бы, скажем, они говорят, да, мы верим, что Иисус Христос есть Сын Божий. Но, во-первых, их вера совсем другая, потому что они под этим подразумевают, что он человек достиг за определенные заслуги называться Сыном Божьим, и они в итоге говорят, что каждый из людей тоже в итоге станет Сыном Божьим за определенные заслуги. То есть, тот смысл, который они вкладывают в слово Сын Божий, не совсем тот, который Писание вкладывает, говоря об Иисусе Христе. Или, как, скажем, те же свидетели Иеговы, которые утверждают, что Христос – это самое совершенное первое творение Бога Иеговы, который был сотворен, и поэтому, скажем, он имеет значение, но это не непосредственно Бог. Поэтому здесь имеет значение спасение через веру в Иисуса Христа, как в Бога, как в Сына Божий, как в Своего Спасителя и Искупителя, и Его Искупительную жертву, и Его воскресение из мертвых. То есть, вера влечет за собой знание о том, в кого мы верим, кто есть Иисус Христос для нас. То есть, вера должна иметь определенное содержание. Поэтому вера – это слышание, но слышание должно быть от Слова Божьего. Вот эта вера называется спасающей. Поэтому всегда, когда мы говорим о проповеди, если мы говорим о покаянии, она подразумевает определенную проповедь Евангелия. Надо отметить сразу, что вера не подразумевает, что мы получаем все необходимые и всеобъемлющие знания. Естественно, то есть, не надо говорить о том, что к покаянию приведет та вера, скажем, если мы все только будем знать о Христе. Абсолютно нет. Вера в той или иной мере может существовать там, даже где информация неполная, где только какая-то частичная. Ее достаточно для того, чтобы произвести какие-то определенные изменения. Поэтому мы со временем, скажем, наши знания расширяем, но, тем не менее, все равно какое-то знание у нас есть, или мы получаем его, на которое мы откликаемся верою, а дальше мы продолжаем познавать его. Дальше мы продолжаем познавать Божью волю и так далее. Поэтому нельзя сказать, что в момент покаяния, скажем, мы приобретаем полноту знания. Там о Боге, или о спасении, или о всем чем-то. Может быть, у нас, скажем, отчасти, но, тем не менее, мы реагируем на подобное, но дальше мы продолжаем познавать Бога, продолжаем развивать или совершенствовать нашу веру, можно так сказать. Вот есть такое интересное выражение, которое говорил апостол Павел, когда он писал Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 6 стих. Он говорит так. «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». То есть, под словами веры он подразумевает Слово Божье, потому что оно дает истинную веру для человека. И поэтому очень часто в Библии Слово вера является идентичным в какой-то мере Слово учение, или Слово Божье, или доктрина, основанная на Слове Божьем. Поэтому это подразумевает истинную веру как знание Слова Божьего, осознание того, что Бог говорит, понимание в какой-то мере того, что Бог говорит, и, соответственно, принятие этого знания и реакция на него. Поэтому вера – это определенное знание, да? То есть, как бы скажем, вера – это предмет какого-то знания. С другой стороны, есть определенные основания для веры. То есть, ну почему мы должны верить? Иногда человек говорит, ну почему я должен верить? С чем это связано? Оно тоже имеет значение, поскольку именно вера определяет наши действия. То есть, если я верю, что это так, я буду делать. Поэтому почему я должен верить? Для того, чтобы изменить свое мышление, для того, чтобы, скажем, повлиять на какие-то дальнейшие действия. Вера движет человеком, уверенность в своих силах, если мы даже жизненные примеры приведем, доверие, скажем, информации, которую мы получаем, ну скажем, едем мы на каком-то транспорте, мы верим тому, что надпись соответствует настоящему маршруту, по которому это транспортное средство поедет. Да, там смотрим, там такой-то маршрут троллейбуса, и мы верим тому, что он действительно по этому маршруту пойдет. И мы с этой верою садимся и, соответственно, едем дальше, да. Вот какие-то еще другие моменты, там садимся в лифт, мы верим, что он нас все-таки поднимет, что тросы не оборвутся и тому подобное, да. То есть, мы доверяем информации о том, что этот лифт был проверен, вот, инспекция там какое-то время, да. Иногда бывает, вера подводит, но чаще, как бы, скажем, все-таки оно срабатывает. Ну, это жизненные, земные примеры, вот. Но, если мы не верим, мы не предпримем действия. Человек не верит о том, что действительно кто-то проверял, он будет пешком подниматься, вот. То же самое и с позицией нашего отношения к Божьему Слову. Если человек верит Божьему Слову, почему важно верить? Потому что без веры в то, что написано в Писании, человек не будет исполнять то, что там написано. Он не будет это признавать как руководство в своей жизни. Вот поэтому написано, всякое, приходящее ко мне, надо было, чтобы он верил, что Бог есть, что ищущему он его воздает и тому подобное, потому что иначе у человека не будет мотивации приходить к Богу. И, с другой стороны, вера подразумевает и само действие, то есть, как мы верим, качество нашей веры. Это вопрос доверия. Видите ли, вера – это не просто согласие в нашем разуме с какой-то информацией. Вера – это определенные действия в соответствии с получаемой информацией. Вот это можно назвать настоящим доверием. Вот Писание, мы уже вспоминали этот текст, что и бесы веруют и трепещут. Вот в этом случае это интеллектуальное согласие. Да, конечно, Бог есть. Но это не доверие Богу и не исполнение Его Слова. С другой стороны, человек, доверяющий Богу, я верю, что Бог есть. А раз я верю, что Бог есть, я буду исполнять Его Слово. Вот это то, что подразумевает. Поэтому Писание четко говорит, что мы веруем к праведности. То есть, наша вера побуждает нас к правильному поведению. Вот мы говорили по поводу разницы между святостью и праведностью. Если взять оригинально это слово, святость, отделение. Да, и мы говорили, Бог нас сделал святыми. Он нас отделил от этого мира для того, чтобы мы были вместе с Ним. То есть, мы стали святыми. И дальше эта святость – наше состояние. Мы отделены от мира, отделены для того, чтобы быть в общении с Богом, быть вместе с Ним. Но потом говорим, что наша вера выражается в доверии Богу и Его Слову, которое выражается в действиях веры. Исполнение Божьего Слова. И вот исполнение Божьего Слова называется в определенной мере праведностью. То есть, мы поступаем правильно, справедливо, исходя из того, как Бог сказал. И это есть плод или результат нашей веры. Наша праведность нас не спасает, человеческая, но она определяет награду, которую мы получаем от Господа. Мы спасаемся по Божьей благодати через веру в Иисуса Христа. Поэтому спасение определено тем, что Господь явил свою благодать и предложил нам спасение. Спасение определено тем, что Он дал нам способность откликнуться и возможность принять это спасение. И в итоге нет никакой заслуги в том, что мы получили спасение. Это то, что сделал Бог для нас. Но дальше, получив это спасение, то есть, приняв его, то, что Господь предлагает, мы должны удерживать его, пребывать в нем. И если мы пребываем в нем, то есть, мы строим наши отношения с Богом, которые выражаются в том, что мы, подчиняя себя Божьей воле, исполняем. Мы просим у Бога сил и мудрости. Дух Святой ведет, руководит нами, открывает, наставляет нас, дает нам силы, чтобы мы были исполнители Божьей воли. И оно выражается в наших делах и поступках, в том, что мы совершаем. И дальше это то, что подтверждает нашу верность Богу. А верность Богу вознаграждается Богом. И Писание говорит, что Бог даст оценку нашей верности. И таким образом, скажем, если мы говорим вот с этой точки зрения, то правильность подразумевает результат жизни спасенного человека. Результат пребывания с Богом. То, что можно, скажем, увидеть в человеке со стороны, что определяет уровень его взаимоотношений, которые у него складываются с Богом и каким образом он поступает. Итак, мы можем видеть, что вера подразумевает, скажем, доверие и следование за Богом. Ну и еще один момент, который тоже нужно учесть, что вера должна быть живой. Вот когда мы рассматриваем примеры, которые Христос приводил. Помните, он говорит, что если ваша вера будет даже хоть с горчичное зерно, но она произведет действие. То есть не вопрос размера, как иногда говорят, ну вот он меньше, там больше. Вопрос особенностей. В чем суть зерна? Оно имеет в себе жизнь. Если мы его посадим, оно произведет какое-то определенное растение. Вот об этом Христос говорит. То есть ваша вера должна иметь в себе жизнь. Каким образом это жизнь? Через действие, да? То есть вот как бы скажем, поэтому иногда человек говорит, вот я вроде как верю, но мне сложно совершить дела соответствующие вере. Вот почему ученики говорили, умножь нас веру. То есть помоги нам действовать в соответствии с верой, помоги нам исполнить это, чтобы наша вера действительно была живой. Если она жива, она будет произведеть определенные действия, которые выражаются в том, когда человек выражает доверие Богу и следует за Ним, несмотря ни на что. Апостол Павел пишет, прослание к филиппийцам, 4 глава, 7-9 стих, там выборочно, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру во Христа. То есть поступки, действия, которые выражены отношениями с Богом, подражанием Богу, тем, что выражает изменения, которые Бог совершает в жизни нашей, которые приходят через отношения с Ним. Ну и, естественно, это нахождение веры. То есть, скажем, в определенной мере можно такое слово использовать как устойчивость, наверное. Вот то, что Писание говорит в какой-то мере, прилагая усилия. Вот я несколько буквально фраз приведу. Павел пишет тем же в Коринфе, да, людям. Он говорит, 1 Коринфянам 16-13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». То есть, это проявление определенного усилия со стороны человека. Стойте в вере, следуйте за ней, не поддавайтесь на искушение, не изменяйте, не переставайте доверяться Богу, даже если, скажем, трудно это воспринять. Пусть ваши отношения с Богом не определяются лишь только тем, как бы вы хотели, но сохранить. Вот, скажем, вера в Бога, вот пример Светхого Завета, Ситрах, Мисах и Абдинага. Он говорит, мы верим, что Бог силен совершить чудо и избавить нас от огненной печи. Но даже если он этого не сделает, мы все равно будем доверяться ему и не поклонимся этому истукану. То есть, вера в Бога определяется не условием Бога, я верю, если, а определяется вне зависимости от того, как произойдет, я все равно верю и буду продолжать исповедовать это. Вот, это такой очень важный момент. И поэтому, говорит, стойте и держитесь, да, будьте. В филосфалоникийской церкви, он пишет, 2 Филосфалоникийцам 2.15. Стойте и держите то предание, которому вы научены. То есть, вот, Слово Божие, которое было империально, об этом идет здесь именно речь. Вот, можно еще множество других примеров найти, но везде написано о том, что это в определенной мере и усилие какое-то, чтобы держаться и не изменить, сохранить это. Вот, поэтому нужно довести до конца. Вот, кстати, еще интересный есть момент, вот, который говорит относительно веры, что она подвергается нападкам. Вот, первое послание Петра, первая глава, седьмой стих. Он сравнивает веру с очищением золота. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытанного золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть, он поговорит о том, что истинная вера – это как золото. Но иногда для того, чтобы она проявилась, нужно ее иногда очистить от каких-то примесей, которые она имеет место. Ну, как золото, да, оно там в руде содержится. И для того, чтобы только одно золото осталось, эта руда подвергается переплавке. Все, что не золото, сгорает при определенных температурах, золото остается. Вот, то же самое проявляет истинную веру человека. Знаете, ничто не выявляет веру человека так, как трудности, испытания, какие-то искушения и какие-то еще проблемы. Потому что в этом случае мы действительно видим настоящую веру человека. Когда все хорошо, вроде у человека и проблем нет. И кажется, что он верит настолько силен, он такой добрый, хороший, праведный и так далее. Когда происходят какие-то проблемы, сложности или даже где-то, пусть малейшие, но искушения, какие-то атаки проявляются, на самом деле он верит и доверяется Богу, несмотря ни на что. Или же по каким-то другим причинам. И вот в этом случае иногда, может быть, такая мысль покажется вам, скажем, немножко странноватой, но иногда Бог принципиально даже допускает или специально проводит нас через трудное время, чтобы помочь нам переосмыслить свои жизненные ценности. Вот почему Писание говорит, что некоторые качества человека вырабатываются только через определенные трудности. Ну, скажем, вы никогда не выработаете, скажем, там, не знаю, там, силу ваших мышц, если вы не будете их нагружать, правда же? Ни один человек не выглядел, скажем, подтянутым и накачанным, если он всю свою жизнь провел лежа в кресле. Знаете, вот иногда человек хочет быть духовно сильным, и он ожидает, когда же на него сойдет помазание. И лежит в кресле и ждет. Господи, дай помазание свое, наполни меня силой, чтобы я был духовно сильным. Но, знаете, еще ни одного человека не было, который бы помазанно лежал в кресле, да, там, ну, или на диване, там, да, вот, там, помазанно смотрел новости по телевизору, вот, или еще какие-то фразы. Оно приходит в момент действия. Вот точно так же вера укрепляется, когда человек начинает действовать и проходит определенные моменты. Но, приобретая силу, он переходит на следующий уровень. То есть он утверждает, и он становится сильнее, потому что у него есть определенный опыт в том числе. Можно провести такую интересную цепочку. Вера человека рождается от слышания. От слышания Слова Божьего. То есть я слышу Божье Слово. Бог делает нас способными откликнуться на это Слово. Вот мы доверяемся. Дальше, услышав это Слово, мы откликаемся на него вверх. То есть мы приняли его, и, соответственно, действуем в соответствии с этим, подчиняя наш разум и нашу волю тому, что сказал Бог. И, соответственно, это выражается в том, что я совершаю какое-то действие. Ну, скажем, Бог сказал, вот так нужно поступать. Я в итоге начинаю так поступать. Начиная поступать в соответствии с Божьей волей, я, скажем, делаю более тесными, более близкими свои отношения с Ним. Например, скажем, я знаю на основании Писания, да, принял веру, что Бог отвечает на молитвы. Соответственно, как моя вера будет выражаться в этом случае, если я верю, что Бог отвечает на молитвы? Я буду молиться Богу, правда же? Если я не верю, что Бог отвечает на молитвы, с чего я буду молиться? Но если я верю, что Бог отвечает на молитвы, я буду обращаться. Писание говорит, что Бог вездесущий. Где бы мы ни были, есть Божье присутствие. Он видит все. Если я действительно в это поверил, то я понимаю, что где бы я ни находился, а не только тогда, когда я нахожусь вместе со своими братьями и сестрами, Бог везде, и Бог меня видит. Я буду вести себя соответственно. Вот. И так далее. И вот получается, что моя вера побуждает к действию. Совершая какие-то действия, которые основаны на Божьем Слове, мы имеем воздаяние. Мы имеем то, что называется, скажем, опытом отношений с Богом. Доверившись, мы пережили что-то. Пережив что-то, наша вера становится уже не просто, скажем, уверенностью в чем-то, она становится отчасти и опытом. И теперь, скажем, я не просто верю, что Бог есть, я знаю, что Бог есть, потому что я имел конкретный опыт в своей жизни того, как Бог действует, отвечает. И это никто не мог быть другой, кроме как Бог. И, соответственно, эта уверенность дает мне еще больше способности еще чему-то большему поверить, что до этого было, может быть, невозможно принять верою. И таким образом моя вера укрепляется, вот это то, о чем говорит Писание. Перехожу от веры в веру, от силы в силу, но оно невозможно без совершения действий. Оно не происходит автоматически с уровнем духовного стажа или еще чего-то. Поэтому нельзя сказать, что если человек 10 лет находился в церкви, у него вера больше, чем у тех, кто один год находится. Вопрос качества веры, то есть, исходит из поступков, насколько я делаю в соответствии с тем, что Господь сказал. Но и иногда для того, чтобы помочь переосмыслить, Бог помещает какие-то обстоятельства. Мы можем в несколько моментов привести Писание. Я один буквально только лишь приведу. Когда ученики оказались в время бури на море. Там есть несколько этих бурь, которые с ними были. Одна из них была связана с тем, что там сатана сделал, другая еще. Но одна из них была, Господь их понудил, там написано, или заставил войти в лодку, зная, что будет буря, для того, чтобы помочь им осознать, что у них все еще остались рыбацкие суеверия. Потому что если сказать ученикам, что вы суеверны, они бы сказали, мы? Да мы идем за тобой, Господь, какие суеверия могут быть? Они все-таки имели. Потому что у рыбаков-то во времени, у моряков, было такое суеверие, что если все на корабле увидят призрак, все, конец кораблю, погибнут все, никто не спасется. И многие другие какие-то вещи. Но это не так, потому что, ну, как таковых призраков вообще не существует, если говорить, скажем, с этой точки зрения. Когда человек умирает, его душа отправляется в то место, которое определено его отношениями с Богом. Вот, и поэтому, скажем, она не скитается туда-сюда по земле, она не ходит в виде там привидений или призраков по зданиям, там, да, вот, или пугает там кого-то, или наоборот помогает. Абсолютно нет. Но верили, что это души моряков, которые погибли, где-то скитаются там между небом и землей там и так далее. Все эти легенды с летучим голландцем и прочими-прочими вещами. То есть их куча. Вот, знаете, там, если послушать, то можно столько всяких вещей на услышаться. И вот тоже было такое поверье. Но это было неправильное восприятие духовного мира. И где-то нужно было какие-то вещи изменить и учиться доверяться Богу. Господь говорит, вы переправитесь, то есть вы достигнете, доверьтесь. И Бог специально заставил для того, чтобы они осознали, что все-таки суеверия остались. Так бы они в жизни не признали. А вот теперь вы плывете, Христос идет по воде. Необычно. Как это может быть? А еще и буря, что как бы подтверждает условия появления призраков. Если во время бури появился призрак, все, конец кораблю. Значит, наверное, точно беда. Ну, знаете, когда взрослый человек, он обычно, скажем, если один, он гораздо больше способен прореагировать на какие-то страхи, чем когда-то кто-то смотрит. Ну, хотя бы ради него, правда же? Но стыдно перед другими. Тем более, если ты взрослый, вдруг... Вот, если уже такое реально что-то испугало. А так как-то, скажем, нужно все-таки держаться. Поэтому, может быть, там, скажем, Петр с Андреем, родные братья все-таки, тут говорит, Петр на Андрея. Андрей, ты тоже видишь, там призрак идет, типа, я вижу, давай еще кого-то спросим. Вот, спросили потом. Ты, 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 ааааа, все, потому что все видят. Значит, точно призрак. Не просто мой личный страх какой-то. Начали кричать, Христос говорит, это я, не бойтесь. Все, то есть, как бы, вот, понимаете, в чем особенность веры? Она руководствует разумом человека. Правильная или неправильная вера? Руководствует все равно. И поэтому, смотрите, хотя Христос им говорил, но настолько они были уверены в правильности этого мышления, верили тому, что если призрак появился, что так и будет. Хотя никто из них до этого не имел опыта призраков в своей жизни. Не может быть, Петр говорит, да ну, Господи, если это точно ты, позволь мне идти по воде. Потому что все равно, мне кажется, что это призрак. Потому что призрак должен погубить. А если ты все-таки, то не погубишь, все-таки дойду к тебе по воде. Хорошо, иди. Начал идти, пока шел, все было нормально, потом спохватился, как это? Бу, начал тонуть. Господи, спаси. Поднял, достал, по воде вернулся обратно. Бурю остановил. А эти все в шоке. Как так? О! Потому что написано, все еще где-то оставалась эта окамененность, какие-то суеверия. Но теперь они убедились, что они действительно есть, значит, нужно их менять. Вот поэтому иногда, не хочу сказать, что всегда, но иногда нас Бог проводит через трудности, ради того, чтобы помочь нам переосмыслить какие-то наши жизненные ценности. Но я вам скажу, что чаще мы попадаем в трудности, потому что мы сами принимаем свои неправильные решения. Поэтому не надо спихивать на Бога, ой, это крест, который Господь меня заставил нести. Вы знаете, когда идет речь о кресте Господнем, то это подразумевает в Библии лишь только гонения и страдания, связанные с нашей верой во Христа Иисуса. Поэтому если вы где-то там заболели или что-то еще, это не относится к кресту Господнему. Потому что болеют и неверующие. Нельзя сказать, что ой, он крест Господен несет. Или когда вы там что-то натворили, а потом после этого расхлебываетесь, скажем, с последствиями, это не говорит, ой, крест Господен. Вы сами виноваты, и это будет точно так же в жизни верующих и неверующих. Крест Господен подразумевает лишь только гонения, трудности, связанные с тем, что вы христианин. Когда вы, скажем, за то, что вы верующие, там, уволили откуда-то, когда за то, что вы верующие, с вами перестали общаться родственники, вот это крест Господен. А когда вы кого-то подставили, своих родственников там, или одолжили деньги, их упорно не возвращаете, и они с вами не относятся, не надо говорить, ой, крест Господен, они не хотят со мной общаться. Поэтому нужно быть мудрым в этом плане и правильно относиться. Так вот, в данном случае Бог иногда, чтобы мы осознали, потому что вера имеет в этом случае значение, и поэтому получается, что очень важно, чтобы вера выражалась в действиях, и эти действия укрепляют человека, что бы ни происходило в его жизни. Вот то, о чем Павел говорил, что он был в трудах, в скорбях, сложностях и так далее. Но если мы сохраняем веру, выражаем в наших делах, уповаем, в итоге мы имеем плод веры. То есть результат, она производит те или иные действия в нашей жизни, она меняет нас, она дает нам возможность духовно расти, она дает нам возможность иметь опыт в нашей жизни, она укрепляет наше понимание, познание Бога, она выражается в наших отношениях. И поэтому, что касается роли веры в получении спасения, можно отметить несколько аспектов. Во-первых, первенство веры, то есть мы не получаем, как мы уже говорили, спасение на основании заслуг, но поверив в Богу, доверившись Ему. Поэтому Писание четко подчеркивает, послание к Ефесиным, 2 глава, например, 8-9 стихи, там так написано, «Благодатью вы спасены через веру, синий отдел, чтобы никто не хвалился». То есть мы поверили Христу, что Он нас спасает, и говорим, да, Господи, я верю, что я грешник, я нуждаюсь в спасении, мы откликаемся, и мы принимаем Божье прощение верой. Дальше Писание говорит, например, 1 Иоанна 5, 13, «Вы, веруя в Сына Божья, имеете жизнь вечную». Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». То есть вопрос веры, которая является, скажем так, первым средством, то есть мы отвечаем как бы «да» на Божий призыв, мы отвечаем «да» на весть Евангелия, мы откликаемся, доверившись. Вот поэтому Бог требует веру с человека и никакого другого средства не использует, потому что это единственное, что, скажем, определяет условия спасения, потому что все остальное бы определяло наше спасение, исходя из наших дел, и могло бы вмениться в заслуги. Поэтому Бог не говорит, что «я вас спасаю, если вы совершите вот это, вот это, я вас спасу, если вы вот так, вот так будете поступать». Нет, потому что тогда мы можем сказать, «я же заслужил, я же это сделал, я же поступил». Что касается веры, это то, чем человек не может похвалиться перед Богом, потому что и вера приходит от Бога в жизнь человека, то есть он сделал человека способным откликнуться и верить. Он дал человеку слово свое. Поэтому в чем наша заслуга? Что мы услышали весь Евангелие? Нет, Бог так сделал, чтобы мы услышали. В том, что мы откликнулись верой? Нет, потому что Бог дал человеку способность верить. Вот, все, что нам нужно, это, скажем, услышав эти слова, Писание говорит, не ожесточить сердец ваших, не отвергнуть Божью благодать, потому что это в нашей власти. Мы можем принять, мы можем отвергнуть. Но Бог дает нам возможность принять каждому без исключения. И поэтому это имеет значение касательно веры. И поэтому человек верою получает оправдание независимо от дел закона. А вот именно вера ведет человека в правильное отношение с Богом. Вера определяет отношение, скажем, не только с Богом, но и со всеми остальными аспектами, которые касаются духовного мира. Вера порождает дела, определенные в жизни человека, умение доверяться Богу и следовать за Ним. Поэтому это то, что касается аспекта веры. Вот сейчас мы сделаем опять небольшой перерыв, после чего мы с вами завершим уже наше рассуждение, рассмотрев со стороны Бога, что такое рождение свыше, ну и некоторые аспекты, которые касаются понимания того, каким образом Бог дает спасение. Пожалуйста, группа прославления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова